Всем привет! Сегодня жара спала. Попрохладнее стало. Смотрите, портится виноград. Такая фигня. Это что такое? Нет, похоже, без обрызгивания ничего не вырастет. Жара сегодня спала. Сегодня обещали хороший дождик. Но дождика нет. Поэтому вечером придется поливать. Так, груши мои успеют. Сейчас позвонил Саша, сосед. Он варит сливовое варенье. Я сказала, что у меня тоже большое количество слив, я не знаю, куда их девать. И он сказал, что у него есть электросушилка. И предложил мне эту сушилку. Я пошла к нему забрать сушилку. А еще я уже несколько дней, как обещаю ему, снять его изменения во дворе. И все, никак у меня руки не доходят. Честно говоря, не хотелось даже в жару из дома выходить. Не говоря уже, что идти через вот огород. Но сейчас я тут иду. Сегодня у нас где-то, ну, под 30. Но на следующей неделе опять жара будет до 37. Так, а сейчас я покажу, что Саша делает. К нему приезжал друг Сережа из Севастополя. Он занимается изделиями из цементного раствора. И у Саши делал красоту. И Саша сам уже начал продолжать его дело. Научился у него. И вот начал с этой стены. Вот такую красоту он будет делать сам. Вот. Это вот он делает сам. А на его участке вот такая красота. Вот это бочка. Вот это ящерка. Вот это бочка. И вот такие три дерева. Я говорю, Саше, надо посадить виноград, чтобы оплетали. Так, вот тут такая мордочка. Вот тут такая лавочка с перемычками. А тут как будто дерево плетется. На самом деле это все сделано на сетке рабицы. Вот такой пенечек искусственный. Подоконник. И вот эту стену Саша тоже будет делать сам. Короче, все сложное. Все сложное. Здрасте! А сейчас Саша варит варенье. Привет! Привет! Варенье варит. Саша, расскажи про свое самочувствие. По поводу... Так, э! По поводу... Да и нормально все. По поводу своей стройности. Скажи, сколько ты весил в том году? Не, не в том году. Зимой. Зимой. А сейчас... Вот похудел. Жарко, еще не ем. Так. В шале у него склад старой техники. Слушай, ну у меня такого же размера сливы. Но. Но они у меня наполовину зеленые еще. Нет, если что, они лопаются. Ну-ка, а... Не ездили. Ммм... Засладкое. Вкуснее. Но. Варенье обалденное получится. Слушай, ну может хоть это засуши. Зачем? Сахар вредный. Не сахар вредный, ничего, нормально. Не знаю, наварю варенье сейчас. Зимой нормально пойдет. Ты сколько уже варишь? Да вот только закипает. Я знаешь, что вижу? Шкурки, они в варенье не очень смотрят. Ой, я сейчас буду еще переживать за эти шкурки. Может быть, это... Джем сделать? Я съем нормально все, со шкурками. Это... Мусор? Да. Я просто думаю, что можно блендерить, и будет джем на хлеб мазать. Ну не буду изгаляться, Галя. Мне и так... Понятно, Саша не будет изгаляться. Нафиг ему надо. Ага, вот именно. Вот такая у него здесь кухня. Я тут уже давно не была. А это вот хозяйство. Вы почему находитесь на кухне? Вас разбаловали, да, всех? Скажи, папа на кухне, и мы на кухне. Мы охраняем. Вы от меня ждете, что я буду вас кормить? А я вас кормить не собираюсь. Вам варенье дадут скоро. Перси эти самые, абрикосы не едят, породитые. Ничего себе. Иди, посмотри, только абрикосов насыпалось. Пошли. Там вообще сыпется в тонны. А из абрикосов варенье вкуснее, чем... Я знаю. И что? Ну, дойдет, дойдет руки, значит. Ну. Так ты, может, сам будешь сушить? Ну, посмотри, ковром уже лежит. А-а-а! Ага. Лопаются аж такие медовые. Абрикосы. А что ты не собираешь? Галя, ну, мне что, на все это самое здоровье руками хватает. Слушай, у меня такое дерево, на нем три абрикоса висело, и то пацаны позбивали. Я уже собрал ведра три или четыре, выбросил. Как выбросил? За два дня он нападал. Ты чего? Пеют, и вон они висят там. И вот они аж медовые лопаются. Слушай, абрикосы же тоже сушат в сушилке. Давай я займусь. Да, это не мать, ради бога. Хочешь заниматься? Ты мне даешь сушилку, я сейчас собираю абрикосы и ставлю, потому что сливы мне сушить рановато, они зеленоватые. Слушай, какая красота. Так, короче, видео заканчиваем. Покажу, если что, что получилось из сушеных абрикосов. Так, я все собрала. Это плохие абрикосы в мусорное ведро. Ой, наткнулась на ветку. Вот получилось плохие абрикосы. Это получше на переработку на варенье. Вот. на варенье, на переработку, которые пойдут. А сейчас Саша на чистое поле тряханет. Подожди, подожди, чтобы видно было. Это одна ветка. Одна ветка. Это одна ветка. Так, а сооружение... Эт, 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 эт. Тут еще будет мешок. Это будет побольше. Не наступи. А дерево, это, если понятно, просто на получастка. Мама дорогая. Вот у меня гимнастика сегодня на пресс. Ага. Все, я пошла собирать. Работу выполнила. Смотрите, прямо из дерева растет. Прямо вот из дерева. Ни веточки, ничего. Но из ствола. Как интересно. Значит, это на выброс. Но я думаю, косточки вкусные же, абрикосовые. Поэтому надо куда-то поставить, чтобы это все перебродило и косточки потом водой промыть и использовать. Вот этот мешок я набрала Саше. Что получше, что потверже. Он будет, ну, что хочет будет делать. С ними. А себе забираю вот этот таз и это ведро. Буду сейчас варить варенье. Из абрикосов лучше всего варить варенье. Это я сварю варенье. Еще хотела показать. Саша, нет, он пошел. Варенье варит. Хозяин. Так. Здесь у него лыча осыпается. Здесь он навел шикарный. А нет, это точно спасибо. Та самая слива, с которой он сейчас собрал все сливы и варит варенье. Так, это у него из кухни септик. Вижу, лягушки плавают. А это вот он сделал такую калитку. Классную. с такой крышей. Такая классная калитка. Не открывается. Там покажу. А там у него склад стройматериалов. Ой, вот это окошечко шале, где он варит варенье. Вот так это выглядит. Два колеса. Так что вот. Да, гром. Ты следишь за порядком. И Жуля следит за порядком. Джульбарс. Сначала назвали его Черныш, теперь он Джульбарс. Черныш не прижилось. Сняла калитку. Все рассказала. Что хочешь добавить? Я говорю, может, сока, у меня соковарка есть. С этих, с абрикосов. Будет обалденный. Там сахара надо мало совсем. Кстати, да. Я поставлю сейчас и пусть она варится. Буду караулить. Пусть он течет. Потом по вкусу сахар добавить. Или это с лимонной кислоты туда немножко, чтобы он не портился. И все. И будет сок абрикосовый на зиму. Да. Да? Да. Все, пошел искать тогда кастрюлю. Соковарку свою. Всем привет. И пока. И пока. Позвали Ваню на помощь. Перебираем все абрикосы на две кучи. Одну кучу на варенье, вторую кучу. Саша сейчас будет сок делать. Вот у него соковарка. Будем делать абрикосовый сок. Вот такая у нас артель под названием абрикосовый рай. Впернулись мы с вами. Вот такие абрикосы. Сейчас я засыплю сахаром. Пятилитровая кастрюля. Нет, это... Подожди, это не пяти... Это же 10-ти литровая? Да, это 10-ти литровая кастрюля. Да, это 10-ти литровая. Получится, наверное, 3-ти литровые банки варенья. Но варенье уже я не покажу в этом видео. Так что всем до свидания. До следующей встречи.